В центре город к празднику готов. Улицы чистые, плакаты и флаги развешаны, коммунальные службы потрудились на славу. Но только не здесь. Дворно-силикатный забыт богом и администрацией. Жители окрестных дворов вместо праздничных украшений из окна видят свалку. Ни мусор не убирается. Нынче, завтра уже тут и крысы, и мысли ползут, ни детей не убирают. Бензина теперь нет, чтобы вывезти мусор. После войны вывозили все, а теперь мы не стоим. Я вчера пошел на ночь на работу, ведусь здесь, отдохну, потому как здесь люди живут. Груда мусора, по словам жителей, возвышается здесь уже второй месяц. Проблемы с вывозом отходов начались с октября, когда от дома отказалась управляющая компания. Управляющая компания какой дом нравится? Новый, красивый, который не требует ремонта. А эти дома, они 55-54 года постройки. Поэтому там есть проблемы и надо их все решать. Заботу о бесхозном доме взгромоздила было на свои плечи городская администрация. Еще депутаты горсовета обещали подсобить. Но ВОЗ, а точнее СОР, и ныне там. Причем страдают и жители домов с управляющими компаниями. Мусору не укажешь, к чему подъезду лететь. Вон, где живу. И почему у меня мыши должны по квартире ходить? Первый этаж. Почему крысы должны ходить? Выселить мышей, крыс, а вместе с ними и злосчастный мусор решилась администрация района. После полугода поисков она, наконец, нашла перевозчика ТБО, который согласился работать с отказниками напрямую, без посредников. Сейчас последние уточнения идут. И где-то на следующей неделе уже начнется регулярный вывоз мусора. А жители домов будут получать квитанции. Проблема, казалось бы, решена. Но вот тарифы у бесхозных и обычных домов сильно разнятся. Тогда как в платежке из управляемого дома за мусор взимают 2 рубля 60 копеек в расчете на человека, Экотранс согласился только на рубль 50 за кубометр. С таким прайсом согласились не все. Значит, на этой же контейнерной площадке поставят один контейнер для домов неотказных за 2,60, а другой контейнер или там контейнер поставят для отказных домов за рубль 50 с квадратного метра. И как мы ощутим эту разницу? Замученные постоянной свалкой перед глазами жители готовы ускорить решение своей проблемы. Мы теперь будем мусор выносить на центральную дорогу, к остановке, чтобы стал весь транспорт. База тут у нас много, как раз на базы не будут, и транспорт станет. Вот тогда, наверное, уделят внимание. Вот мы так сделаем. А пока мусор все еще во дворе, придется подождать обещанной следующей недели. Однако местные в посолы власти верят с трудом и готовятся вновь обивать пороги кабинетов.